Мы с вами уже разобрали, как доставить сайт работу в композитном режиме, как его настроить, как провести подготовку и отладку. Я хочу вам рассказать еще о некоторых хитрых и нюансах работы композитного сайта. Примеры использования рассмотрены на примере шаблона компонента корзина. Код разметки аналогичен первому варианту разметки шаблона компонента авторизации, но дополнительно указан методом SetBrowserStorage, используем браузера как локального хранилища динамического контента. Это нужно в случае, когда пользователь уже ходил по интернет-магазину и положил в корзине кое-какое число товаров. В этом случае при загрузке страницы система будет использовать кэш-браузера и отобразить последнее число товаров этого пользователя. до момента получения актуальных данных с веб-сервера. Сделаем на примере малой корзины. Откроем шаблон, напишем необходимый код. и вызовем функцию SetBrowserStorage. SetBrowserStorage. Сохраняем и откроем теперь хром. Обновим страницу, посмотрим ресурсы, открываем и как видим здесь у нас представлен контент, который непосредственно у нас составляет из себя динамический кэш. То есть работает. Использование SQL-базы не будет работать в интернет-эксплорере и Firefox, так как эти бразы не поддержат SQLite. Так как ситуация с бразами постоянно меняется, то советую ситуацию с поддержкой отслеживать постоянно. Когда страница отдается из кэша, до нее отдается заголовок класс Monified, который сообщает дату последнего изменения страницы. В нашем случае это будет дата создания файла на диске. Когда бразер получил этот ответ с данным заголовком, то последующие свои хиты на этой странице он делает со специальным заголовком из Monified Science, в котором спрашивают, а не изменилась ли страница после даты полученной в Last Modified. И если страница не изменилась, то композитный сайт вместо страницы сайта отдает заголовок 304, а бразер берет страницу из локального кэша. Теперь покажу все на практике. Давайте для начала очистим кэш. Композитный кэш очищен. Откроем страницу в приватном режиме. Обновим ее. Страница загрузилась. Как видите, и по времени отклика, и по заголовкам, и по отсутствию соответствующей иконки с надписью сейчас страница отдалась с помощью Apache, не из хэша. Как видите, экспорт в PHP указан. Давайте еще раз обновим страницу. Как видим, у нас здесь передается заголовок Last Modified. И отдается код состояния 200. Заголовок запроса у нас пока не содержит. If Modified Size. И делаем третий хит. Открываем, смотрим. Теперь заголовок запроса содержит. If Modified Size. А код состояния соответственно с 34. То есть не был модифицирован. Такой ответ хорош не только для браузера, но и для поисковиков. Так как поисковик в этом случае свои лимиты на индексацию расходует на страницы, которые реально изменились. У каждого поисковика есть лимиты на то, сколько страниц он может пройти за одну сессию. Хочу обратить внимание, что 304 ответ дается на третий хит. На первом создается композитный кэш. На втором передается время изменения. А на третьем идет заголовка Is Modified Size, на которую сервер отвечает 304 ответом. Если возникла потребность сбросить кэш, то рекомендуется это сделать с помощью ссылки сбросить кэш на странице настроек. При изменении шаблона сайта рекомендуется сбрасывать уже созданный композитный кэш. Это можно сделать с помощью запуска агента из крона. Создан специальный файл cron.html.page.php, который надо запустить. Он лежит по пути, который вы видите у себя на экране. Пример команды, которая удаляет все файлы кэша, созданной ранее, чем 10 часов назад, вы видите у себя на экране. Не рекомендуется сбрасывать кэш вручную путем удаления папки с кэшем в странице. В этом случае возможна ситуация, когда кэш перестает создаваться. Если до сброса кэша произошло превышение квоты на композитный кэш. По логу эту ошибку отследить не удастся. Если все же вы прибегаете к этой операции, то одновременно с этим очистите содержимое файла .enable, чтобы сбросить статистику. Не всегда стандартная замена динамической областей контентом на втором хите устраивает создателя сайта. Зачастую это может выглядеть со стороны как ошибка сайта. Нет контента и вдруг появился. В таком случае мы можем использовать анимацию. Например, баннер. Баннер участвовать в ротации и в статику его писать нельзя. Кроме того, создается неприятный эффект сворачивания и разворачивания страницы, пока не появится баннер из динамической части. На главной странице мы разместили баннер. Для этого мы использовали компонент, который называется баннер. По умолчанию данный компонент не поддерживал композитный режим, но мы его адаптировали. Вот, соответственно, то, что мы сделали. Мы также руками задали блок в шаблоне компонента TopBanner. Параметры CreateFrame указали ID этого блока, чтобы вызов переменной не создавал собственный динамический блок, а использованный разработчикам во вставке динамического контента. Также, как видите, мы здесь прописали фиксированную высоту для данного блока. Это сделано для того, чтобы баннер, когда появлялся после второго хита, не раздвигал область, а появлялся уже на место, которое ему предназначено. Соответственно, и контент у нас вверх-вниз не плавал. Также мы используем метод SetAnimation. Позволяет баннеру появляться плавно, а не моргать. Топульсия создает эффект так задуманно, а незаметно глазу подмена информация одну на другую. Давайте я вам продемонстрирую, как это у нас выглядит в режиме композитного сайта. Обновили. И вместе со вторым хитом у нас плавно появился баннер. Пользователь не заподозвал никакого подвоха, а считает, что так и было задумано. Плавная анимация появления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...